О важности трансформации каждого из нас. Более 700 жителей округа стали слушателями лекции президента бизнес-школы Сколково. Студенты на это узнали о возможностях портала Госуслуг. В учебном заведении прошел открытый урок с участием представителей налоговой службы, полиции и пенсионного фонда. Помочь юным талантам раскрыться. На Ринмаре стартовал второй фестиваль «Одаренные дети Арктики». Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Дополнительно более 180 миллионов рублей из федерального бюджета привлечет Неницкий округ в текущем году. На оперативном совещании при главе региона, руководитель финансового блока администрации Татьяна Лагвиненко сообщила, что округ заключил 13 соглашений с федеральными министерствами и ведомствами на предоставление субсидий. Документы размещены в электронном бюджете и зарегистрированы Казначейством Российской Федерации. Общая сумма с учетом двух соглашений, заключенных на три года, составит 293 миллиона рублей. Из них в 2018 году регион получит свыше 181,5 миллиона рублей. Наиболее крупные суммы будут направлены в рамках приоритетного проекта «Санитарная авиация по линии Минздрава» на реализацию региональных программ по развитию агропромышленного комплекса в рамках соглашения с Минсельхозом, на поддержку малого и среднего бизнеса, где главным распорядителем бюджетных средств является Минэкономразвитие. Кроме того, регион получит федеральное софинансирование на мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, развитие здравоохранения, межнациональных отношений, поддержку коренных малочисленных народов в округе, а также физкультуры и спорта на селе, реализацию приоритетного проекта формирования современной городской среды, программы «Доступная среда» на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, субсидирование взносов на капремонт льготным категориям граждан. С выше 700 жителей региона пришли на лекцию президента Московской школы управления Сколково Андрея Шаронова. Он рассказал слушателями о важности трансформации каждого из нас. Президент бизнес-школы прибыл в Нинецкий округ вместе с командой тренеров по приглашению главы региона. Андрей Шаронов присоединился к команде Московской школы управления Сколково в сентябре 2013 года, оставив пост вице-мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики. С 2013 до 2016 являлся ректором школы. В сентябре 2016 года назначен ее президентом. Награжден орденом почета, благодарностями президента Российской Федерации, является заслуженным экономистом Российской Федерации. Лекции Андрея Шаронова не касаются напрямую темы бизнеса или даже менеджмента в прямом смысле слова. Они, как правило, посвящены обучению в течение всей жизни. Мы обучаемся чаще всего, рефлексируя, думая по поводу того, что происходит вокруг нас. Мы это осмысляем, присваиваем себе какую-то информацию. Это меняет нашу личность и это тоже обучение. Поэтому, когда я говорю об обучении, это не только обучение за партой, это вот и обучение, связанное с тем, что мы осмысливаем, пропускаем через себя. Как отметил в Рио губернатор Александр Цибульский, многим лекциям Андрея Шаронова «2.0. О важности трансформации каждого из нас» была бы полезна с точки зрения восприятия самого себя, понимания того, что весь наш мир сегодня – это стремление к переменам. Могу вам сказать, что это лекция, которая во многом может заставить всех присутствующих по-другому посмотреть на современный мир, на себя в этом мире и понять, как быстро меняющийся мир должен менять и нас сами. Накануне лекции в администрации округа глава региона провел переговоры с делегацией бизнес-школы о возможностях сотрудничества сторон. В частности, речь шла о перспективах развития экономики без углеводородов. «Это крайне актуально для нашего округа, но для жителей региона это кажется фантастикой», отметил Александр Цибульский. «Округ на 90% зависит от углеводородов, что влечет в связи с этим как позитивные, так и негативные тенденции, в зависимости от того, растет или падает цена на нефть», добавил глава региона. Сегодня для руководителей органов власти субъекта запланирована лекция директора энергетического центра «Сколково» Татьяны Митровой на тему трендов в нефтяной российской отрасли. Ранее неоднократно Александр Цибульский отмечал необходимость внедрения современных методов управления в государственном секторе Ненинского округа, в муниципалитетах и на предприятиях региона. Февральские лекции станут одним из шагов по перезагрузке государственного управления в Ненинском округе. Ненинский округ занимает первое место по доле граждан, зарегистрированных на портале госуслуг. Регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации имеют более 36 тысяч жителей региона. Региональный рейтинг единой системы идентификации и аутентификации составлен Минкомсвязи России. В нем после Ненинского округа на втором месте идет Республика Тыва. Высокие результаты также продемонстрировали Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненинский автономные округа. На сегодняшний день почти половина населения России, более 66 миллионов граждан, имеют учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации. Это единая точка доступа более к 4 тысячам государственным и коммерческим порталам. Через единую систему совершается миллиард операций. О возможностях портала госуслуг сегодня рассказали студентам Ненинского аграрно-экономического техникума. Как оплатить налоги, штрафы, подать заявление в ЗАГС и воспользоваться другими услугами, не выходя из дома. Учащиеся узнали на открытом уроке. В нем приняли участие представители федеральной исполнительной власти, в том числе налоговой службы, полиции и пенсионного фонда. В первую очередь студентов интересовал вопрос, можно ли принять участие в выборах президента России, не выезжая в родные села. Для многих эти выборы станут первыми в жизни. А возможности съездить домой и обратно есть далеко не у всех. Для того, чтобы каждый гражданин мог осуществить свое право выбирать, я думаю, что безусловно данное мероприятие очень важно и нужно. Я думаю, что студентам это как раз наиболее удобный вариант, потому что они в рамках учебного процесса могут этим правом своим воспользоваться. Также студентам рассказали, как подать заявление в ЗАГС, оформить документы на ребенка, узнать свой номер ИНН, оплатить налоги и штрафы. Я уже год назад зарегистрировалась на госуслугах. Записываюсь там спокойно к врачу, оплачиваю штрафы, также налоги. В этом году собираюсь пойти на выборы президента в первый раз. И чтобы не выезжать к себе в поселок, просто схожу в МФЦ, заполню бумаги и пройду по месту нахождения. Здесь же, в кабинете информатики, все, у кого нет записи, смогли зарегистрироваться на сайте госуслуг. Кроме этого, представители власти с таким же уроком уже посетили ПИД-колледж и ПТУ. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Второй фестиваль «Одаренные дети Арктики» стартовал в Неницком округе. Его торжественное открытие переурочили ко Дню российской науки. Этот профессиональный праздник отмечают 8 февраля на протяжении уже 18 лет. Интеллектуальные конкурсы, спортивные состязания, творческие задания и даже модные квесты. Впервые фестиваль в Неницком автономном округе прошел в 2017 году. Тогда в нем приняли участие более 4000 обучающихся образовательных организаций Неницкого округа. Фестиваль «Одаренные дети Арктики» помогает нашим обучающимся в школах раскрыть свои таланты, выступить во многих интеллектуальных конкурсах. Фестиваль проводится с целью популяризации пропаганды науки, научных знаний, достижений науки и техники, выявления, сопровождения, поддержки одаренных детей и подростков в нашем регионе. Среди собравшихся в зале школьники, уже получившие признание в учебе, творческих конкурсах, и те, кто имеет потенциал, но еще не успел его раскрыть. Я начал заниматься плаванием, и все, пошло дело вверх. Результаты есть? Да. Какие? Вторые места есть уже. Я танцую в морожках тут. Мы уже выступали на Масленице, на площади. Сейчас в банк данных одаренных детей Неницкого округа записано 180 юных жителей, в том числе 106 в Нарьинмарии и 74 в окружных селах. При этом интеллектуальную одаренность показал 121 школьник, творческую 46, спортивную 10. Шестиклассница Наталья Безумова, несомненно, кандидат в победители. Девочка серьезно занимается музыкой, выступает на сцене, участвует в интеллектуальных конкурсах. Говорит, быть одаренным ребенком нетрудно, только времени не хватает. Иногда да, иногда нет в разных ситуациях. А, в чем трудность? Ну, это нужно очень много времени уделять. Практически не остается свободного времени. В числе мероприятий региональный конкурс учебно-исследовательских работ, 12-е малое вакуумовские чтения, региональный этап Ломоносовского турнира, Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», различные лектории. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут психологические тренинги для одаренных детей, семинар-совещание для педагогических работников. Поэтому, ребята, дерзайте, выбирайте себе конкурсы по душе, побеждайте в них, развивайтесь. И уверяю вас, что заниматься научно-исследовательской деятельностью, заниматься в сфере искусства – это, наверное, одни из самых интересных занятий в жизни. Фестиваль «Одаренные дети Арктики» будет проходить до конца апреля. По его итогам, во время торжественной церемонии закрытия, победители и призеры получат заслуженные награды. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Подготовка идет полным ходом. В округе начался прием заявок на участие в соревнованиях Бурандей. В этом году гонки на снегоходах пройдут в субботу 10 марта. Может стать брендом Неницкого округа. На Ринмаре завершился культурно-гастрономический фестиваль «Скуснау». Сотрудники окружной полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Притон». В ходе рейда с поличным был задержан житель округа, распространявший «Спайс». Экспертиза уже подтвердила, что данное вещество относится к синтетическим наркотикам. Всего у подозреваемого обнаружили 4 конверта с этим веществом. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на это время заключен под стражу. Как отмечают оперативники, с открытием зимника это уже не первый случай. Благодаря бдительным гражданам также был выявлен факт распространения синтетических наркотиков в одной из квартир города. От граждан поступала оперативная информация о том, что в одной из квартир находятся приспособления для употребления наркотиков, а также сам наркотик. В ходе осмотра квартиры были изъяты различные приспособления для употребления. Это различные трубки, бутылки, тоже отправленные на экспертизу. И также вещество растительного происхождения, так называемый этот спайс. На данный момент тоже проводится проверка. Лица будут привлечены как к уголовной ответственности, так и к административной запотреблению наркотиков. Также в течение года пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на профилактику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Акция пройдет в два этапа – в марте и июне. И будет приурочена ко Всемирному дню против наркотиков. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения на несовершеннолетних жителей города сотрудники полиции составили три протокола. 15 и 16 февраля на территории Наринмара проведено межведомственное профилактическое мероприятие «Алкоголь подросток». Вместе с полицейскими в рейде приняли участие представители комплексного центра социального обслуживания населения, представители родительских комитетов, члены общественного совета при УВД, а также уполномоченные по правам ребенка в Ненецком округе. В ходе данных рейдового мероприятия сотрудниками полиции проверено 39 несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, 49 семей из групп РИСКО, 5 пятийных заведений. Составлено 8 административных протоколов, 5 из которых составлено на родителей за недолжное исполнение их родительских обязанностей. И в отношении троих несовершеннолетних составлены три протокола по статье 20.21 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации по статье «Появление общественного мести в состоянии алкогольного опьянения». Со всеми подростками участники рейда провели профилактические беседы и разъяснили ответственность за нарушение правопорядка. Открылся прием заявок на участие в соревнованиях «Буранды-2018». Соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова, пройдут в Наринмаре в субботу 10 марта в районе Качгардинской курьи. Чтобы стать участником соревнований, спортсмены из Неницкого округа и других субъектов федерации должны подать заявку по установленной форме в спортивную школу труд. Регистрация уже началась и завершится за два дня до начала соревнований. Как сообщили в спортивной школе, для участия в соревнованиях уже зарегистрировался первый спортсмен – это житель Наринмара. Ожидается, что в гонках примут участие не меньше 50 любителей экстремальной снегоходной езды. В прошлом году участниками стали 56 спортсменов. Согласно регламенту, за день до стартов 9 марта планируется приезд в Наринмар спортсменов и гостей. В этот день пройдут свободная тренировка и жеребьевка. Спортсмены будут распределены по участию в отборочных заездах. В целом гонщикам предстоит бороться за победу в классах снегоходов «Буран» в группах юниоры, мужчины от 18 до 55 лет и ветераны. В свободном классе снегоходов к состязаниям приглашаются представители сильного пола от 18 лет и старше. Отборочные туры и финальные заезды пройдут в один день – 10 марта. В этом году соревнования будут проходить 22-й раз. На минувшей планерке в Рио губернатора НАУ Александр Цибульский поручил Оргомитету соревнований максимально вовлечь жителей Ненецкого округа не только в проведение самого праздника, но и в подготовку к нему. Весело и со вкусом завершился в окружной столице культурно-гастрономический фестиваль «Вкус НАУ». Заключительный этап мероприятия прошел на территории Центра арктического туризма. Организаторы подготовили для участников квеста насыщенную игровую программу, мастер-классы и угощения. О том, как это было, расскажем в материале выпуска. Идея родилась сообща еще полгода назад, когда мы проводили совместное мероприятие с ресторанами нашими, называлась «Битва мангалов». И тогда было понято, что вот эта идея вечная, хлеба и зрелищ, она очень благодатна и в нашем регионе. И решили, что со временем мы проведем что-то кулинарно-гастрономическое с уклоном в культуру. Вот так родился наш фестиваль. Идея организаторов пришлась по душе жителям региона. 11 команд заявили о своем желании пройти культурно-гастрономический квест. Рестораны постарались оправдать ожидания каждого участника. У нас задание было не очень сложное для участников, для того, чтобы люди большую аудиторию охватить. Поэтому надо было всего лишь сфотографироваться с табличкой «Я люблю тиман», выложить в соцсети с хэштегами «Вкусно, я люблю тиман». Ну и сделать небольшой заказик, конечно, предпочтительно было. Если у кого-то не было возможности, конечно же, это не было прямо обязательным условием. У нас была задача попробовать блюда и загадать, что за блюдо, что за соус. Все команды загадали, как обычно, что за блюдо, что за соус. И получили свою частую локацию. Сегодня мы будем продавать белую рыбу омуль, стейки из омуля, строганины из красного и белого рыбы и обычные блинчики. Журналистам из команды «Красный вкусовик» особенно пришлось по душе творческое задание. Любим веселиться, очень любим общение, креатив, ну что-то такое интересное. И все это действительно мы нашли и общение, и креатив, и хороших, приятных людей в городском кафе «Артишок». Очень было вкусно, мы расписывали пряники. Возрастных ограничений для участников квеста не было. Главное – сплоченность команды и отличное настроение. Мама решила, что мы должны пройти вкусный квест. Что вам понравилось и что запомнилось? Нам запомнилось, как мы пробовали всякие блюда. Нам удочку, пожалуйста, сделайте по-чем? Четыре из пяти. В квесте участвовали целыми семьями и рабочими коллективами. Сотрудники окружного департамента экономики и финансов не остались в стороне. Очень интересная была гастономическая у каждого ресторана кухня. Все организаторы очень ярко нас приветствовали. Понравился очень конкурс у «Артишок», то, что мы разрисовывали печеньки. И очень нравится, что здесь сегодня массовое такое мероприятие. Катание на снегоходах, кондитация на оленях. То есть мероприятие просто супер. Если вы хотите проходить специально для вас, дорогие друзья? Обязательно. Причем мы приведем намного больше людей, чем в этот первый раз. Закрытие фестиваля прошло весело и со вкусом. В перерывах между активными играми и развлечениями. Участники могли погреться в чуме. Отведать строганину, горячий шашлык или оленбургер собственного приготовления. С пустыми руками домой не ушел никто. Все команды получили памятные подарки. Организаторы и участники квеста уверены, подобные мероприятия могут стать фишкой нашего региона наряду с соревнованиями «Бурандей» и привлекать в регион туристов. Ирина Нежалова, Людмила Сидейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...